Наша коллега Алена Грамова сейчас с нами на связи. Детальнее расскажет о ситуации в Донецкой области. Алена, здравствуй. Мы рады тебя приветствовать в нашем эфире. Сразу же передаем тебе слово. Анна, Денис, добрый вечер. Я не могу не согласиться с президентом Украины, с Владимиром Зеленским, относительно того, что действительно Бахмут уже похож больше на руины. Сегодня, коллеги, мы побывали в этом городе. Сейчас немножко вкратце у статистики за минувшие сутки. У тех данных о обстрелах в городах Донецкой области, которые у нас есть. Конечно, расскажу о нашей поездке. Более того, через несколько минут вы сможете увидеть тот материал, который мы подготовили к эфиру. В целом, по данной национальной полиции, 12 ударов россияне нанесли по городам и населенным пунктам Донецкой области вблизи линии фронта. Несмотря на то, что минувшие сутки для городов, отдаленных от фронта, были более-менее спокойными, все же по-прежнему страдают города, которые находятся на линии фронта. Это город Бахмут, прежде всего. Это город Авдеевка, который был обстрелян. Это Курахово, которое в последнее время подвергается обстрелам российской армии все чаще и чаще. Напомню, что это Маринское направление, и Курахово находится всего в 15 километрах от Маринки. И вот, кстати, действительно, еще данные трех месяцев от давности о том, что Маринка уже имеет стопроцентные разрушения. Мы знаем о том, что эвакуация прошла успешно из этого города. И, на самом деле, к этому моменту у нас есть информация о том, что Маринка по-прежнему контролируется вооруженными силами Украины. Коллеги, мы знаем о том, что два человека за минувшие сутки в Донецкой области получили ранения. Один из них в городе Бахмуте. Но, действительно, здесь ситуация по-прежнему достаточно сложная и тяжелая, несмотря на то, что все наши позиции укреплены, и вооруженные силы Украины держат оборону города. Город меняется на глазах. Вот каждая поездка. Мы достаточно часто катаемся в Бахмут, коллеги, и уже с каждым разом видим, как он меняется. Действительно, жилые массивы очень сильно разрушены. Многоэтажные дома, центр города, школы, детские сады. Потому что вот здесь фактически от этих городских объектов инфраструктуры уже ничего не осталось. Подвергаются обстрелам и больницы, коллеги, и также храмы и церкви, которые находятся в рамках города. Ну, хочу вам сказать, что здесь вот звуки, взрывы не прекращаются. Мы сегодня сами, ну, пару раз были такие моменты, когда мы находились вблизи укрытий, потому что, ну, по звукам уже ориентировочно понимали, что российские снаряды прилетают вот в рамках города. Поэтому здесь находиться небезопасно. В Донецкой области потеплело. Наряду с тем, что было на прошлой неделе, когда температура воздуха падала до 10 градусов мороза, сегодня у нас плюс 8, плюс 9, и, конечно, на улицах города мы встретили, ну, большое количество людей, с которыми удалось пообщаться. Люди действительно, те, которые остались, уже переубедите, убедите их в том, что необходимо эвакуироваться сложно. Они действительно уже приняли для себя решение оставаться в городе. Вот, ну и на сегодняшний день мы знаем, что порядка 15 тысяч мирных жителей находятся. Однако есть вот данные о том, что, ну, эта цифра гораздо больше, то есть она достигает 20 тысяч мирных жителей. Потому что действительно появляется информация, что, как бы ни было, люди по-прежнему продолжают возвращаться в город. Кто-то временно для того, чтобы взять какие-то вещи и проверить свое жилье, кто-то принимает решение в городе остаться. Вот такая ситуация. Коллеги, есть пока неподтвержденная информация о том, что сегодня также были обстреляны две трассы. Вот я вам хочу сказать, что, конечно, достаточно давно небезопасной является трасса из города Славянска на Бахмут. Она обстреливалась часто. Сейчас у нас есть информация о том, что российские войска нанесли артиллерийские удары и поврежден вновь один из мостов вблизи Бахмута. И вот на сегодняшний день эта трасса, скорее всего, если эта информация подтвердится, будет закрыта. Кроме того, небезопасной на сегодняшний день остается и трасса, та, которая вот была зеленым коридором, по которой действительно передвигались волонтеры. Подвозилась провизия. И вот эта трасса сегодня тоже подвергалась обстрелам. У нас есть информация, ждем официальную, о том, что пострадала заправочная станция вблизи вот этого зеленого коридора этой трассы. Вот такая ситуация в Бахмуте, она достаточно сложная. Но в завершении, перед тем, как мы посмотрим материал, хочу сказать, что нам удалось пообщаться сегодня и с украинскими военными, которые ни в коем случае не подтверждают информацию о том, что россияне уже находятся в городе. Это сегодня видели и мы. То есть по центральным улицам мы сегодня проехались, прошлись в самом центре города, и присутствия россиян в городе нет. А украинские военные настроены позитивно, ни в коем случае не покидать город, не бросать и продолжать держать его оборону.